Ммм? 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 Мы увидим такой вот интерфейс. Вот эти вот два параметра, они пока никак не работают и не функционируют, а остальные вкладки нам дают интересную информацию. Допустим, вкладка с графиком нам, собственно, говорит, что у нас происходит в нашей системе, конкретно в этой трубе. То есть мы с вами получили два предмета за текущую сессию, мы с вами получили два предмета за все время существования этой трубы, потому что, собственно, я, когда включал обзор, у меня даже Майнкрафт еще не закрывался. И, собственно, текущий размер Routing Table. Routing Table – это таблица маршрутов, и сейчас у нас здесь, возможно, 27 различных комбинаций. В принципе, если у вас это число будет очень-очень большое, ну, там, грубо говоря, больше тысячи, то вы будете сильно нагружать сервер. Поэтому, в принципе, следите вот за этим вот параметром. Желательно не делать очень много перекрестий, так чтобы у вас предметы могли идти, там, не знаю, не по 20 разным путям, а желательно там по двум, ну, грубо говоря. И количество перенесенных через себя предметов – 83 за текущую сессию и за все время. Кроме того, у нас здесь есть такая вкладочка, которая называется «Безопасность». О ней мы с вами поговорим немножко позже, возможно, даже не в этой части. И самая левая вкладка у нас называется «Апгрейды». Как раз, если вы помните, в прошлой серии мы с вами воспользовались апгрейдом, допустим, для того, чтобы вот здесь вот заполнять наши баночки жидкостью, наши бутылочки. Теперь, если мы здесь сделаем правый клик, мы увидим, что вот здесь этот апгрейд стоит. Мы его отсюда можем успешно изъять или вставить назад. И точно так же, если мы нажмем ключом на этой трубе, мы сможем с вами его конфигурировать. То есть, в принципе, этим инструментом мы можем немного более тонко управлять, немного более точно управлять нашими трубами. Такая вот забавная штука. Итак, собственно, что касается апгрейдов. Мы с вами уже парочку видели в первой части, и сейчас давайте, наверное, я даже начну не с апгрейдов, а с логического диска, логистического диска. Делается этот диск таким вот образом. И для чего он нужен? В принципе, если у вас где-нибудь уже есть специальная вот эта вот запрашиваемая труба не менее второго уровня, то есть МК-2 хотя бы, мы можем туда этот диск вставить правым кликом. Теперь, если мы откроем интерфейс, мы увидим, что здесь вот этот диск уже у нас есть. Для чего нам это нужно? Смотрите, ну давайте, допустим, попробуем... Redstone только еще в систему добавить. Попробуем с вами запросить материалы, которые нам будут необходимы для того, чтобы сделать себе поршень. Мой любимый поршень. Я всегда его делаю во всех обзорах. Мы, в принципе, с вами можем кликнуть сначала сюда, заказать 4, потом сюда, заказать 3, потом заказать один слиток железа и один Redstone. Но если у нас здесь с вами стоит диск, мы можем нажать на кнопочку «Диск». Мы можем этот диск как-нибудь обозвать. Ну, я его назову «Review», да, обзор мы с вами делаем. Это просто надпись, она, в принципе, ни на что не влияет. Здесь у нас есть некоторое количество кнопочек. Нажимаем на кнопочку «Добавить или отредактировать». И здесь мы с вами задаем макрос. Что такое макрос? Вот, допустим, Cobblestone я хочу взять 4. Доски я хочу взять 3. Хочу взять один Iron Ingot и один Redstone. Мы можем это дело как-нибудь обозвать. Назовем это дело «Поршень», «Пистон». И нажмем на кнопочку «Save». У нас здесь с вами появился этот вот самый пистон. Теперь, если мы выйдем отсюда и... Нет, ой, 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 ой. Если мы, кстати, сделаем левый клик на диск, то он выпадет. Я все время, блин, про это забываю. Если мы здесь нажмем кнопочку «Request», то мы с вами закажем как раз вот все то, что мы с вами забили в этот шаблон. И вот все необходимые нам предметы сюда прилетели. Единственное, что железа здесь немножко больше, потому что мы с вами его в прошлой части крафтери, и я забыл очистить этот инвентарь. Вот, собственно, такая вот штука. Этот диск используется вот в этой трубе и еще в одном блоке, о котором я вам расскажу немножко позже. И давайте, наконец, все-таки с вами займемся модулями. Точнее, не модулями, а апгрейдами. Что у нас здесь с вами, в принципе, есть? Первый вид апгрейдов называется «Сники». Их вот такое вот количество. Насколько я вижу, их семь. И что такое «Сники» апгрейды? Если вы когда-то очень давно, наверное, во времена Майнкрафта 1.2.5, играли с модом «Сники Пайпс», то вы, в принципе, знаете, что это такое. Но давайте я вам все-таки расскажу, если вы этого не делали. Вспомните нашу вот эту вот замечательную систему, где у нас наша печка производила железо. И мы видим то, что здесь одна труба подходит справа, а другая подходит сверху. К сожалению, то, что труба подходит сверху, это не очень удобно, особенно если вы смотрите мои летсплеи, вы знаете, что я люблю ставить машинки в стенах. То есть здесь у нас стоит труба, мы, конечно, можем на нее поставить фасад из «Билдкрафта», но мне хотелось бы, чтобы здесь, допустим, стоял еще какой-то блок или что-то. В общем, я хочу трубу эту отсюда убрать. Но при этом мне нужно, чтобы предмет из этой трубы попадал в верхний слот. Как раз вот здесь, там на выручку приходит сники апгрейд, который называется сники апгрейд ап. Если мы с вами возьмем сейчас вот эту трубу, крафтинговую, и как-нибудь, наверное, давайте немножко дальше эту печку вообще отнесем, чтобы мне здесь не градить сложную систему. Сюда вот ее, допустим, поставим. Подключим эту трубу, ну, скажем, спереди. И нам нужно подключить сюда еще обычную трубу. Теперь давайте здесь вернем наш рецепт. Мне нужен Iron Ore. Ох ты, что я набрал здесь? Iron Ore. Мне нужны слитки железа, и мне нужен уголь. Мы с вами сейчас здесь вернем этот самый рецепт. Сателлайт с ID.2. Поставить сюда эту штуку. Поставить сюда 8. Ой-ой-ой, не надо так делать. А если вы делаете правый клик, соответственно, вы сюда сразу кладете то количество предметов, которые у вас есть в стеке. Мы с вами получим... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь железа. Фу ты, здесь это почему-то... А, нет, работает. Левый клик. Все, мы с вами восстановили наш рецепт. Все у нас должно работать. Кроме одного. У нас эта труба подходит не сверху, а спереди. Берем наш сники Upgrade Top, Up, и просто ставим его в трубу. Теперь, если мы с вами посмотрим при помощи нашего контроллера, мы увидим, что здесь этот апгрейд стоит. И мы сможем совершенно спокойненько себе, если единственное, что отсюда я уберу железо, заказать это железо через крафт. Где-то еще у нас пять штук лежит. Наверное, вот здесь. Тоже заберем. И мне нужно, допустим, одно. Реквест. У нас сюда с вами все побежало. И где наше железо? Где наша железная руда? Неужели я вас обманул? Эта штука хочет железный... А, она хочет восемь железной руды. Да, вообще-то, наверное, по идее, у нас должно столько быть. Да, пятьдесят шесть штук у нас ее. Очень интересно, куда же оно делось. Ютуб, я на всякий случай даже еще раз сверился с Вики. Нет, я все делаю правильно. Но по какой-то причине эти штуки не работают. Возможно, в моем билде. Нет нормального кода на то, чтобы у меня работал вот этот вот самый сники апгрейд. Ну, что поделаешь. Я думаю, что к тому моменту, когда вы будете играть с этим модом, возможно, он уже обновится, и там эту проблему пофиксит. Потому что, если честно, штука удобная, но продемонстрировать у меня ее вам не получается. Если я, конечно, здесь сейчас где-нибудь сильно не ступил, и вы это не заметили. Если заметили, напишите в комментариях. Я, на самом деле, не исключаю такой возможности. Ну, тем не менее, есть у нас вот такие вот апгрейды. И если нам хочется, чтобы у нас эта труба одновременно присоединялась к нескольким инвентарям, не знаю, где такое может понадобиться в реальной жизни, но, тем не менее, возможно, такая есть. Мы с вами просто должны сюда поставить штуку под названием Sneaky Combination Upgrade, которая делается вот таким вот образом. Мы ее просто ставим вместо модуля, и в ее нижнюю часть уже ставим необходимые нам сники апгрейды. В данном случае вверх и вниз. То есть, в принципе, сейчас у нас вот эта труба подзанена как бы и к низу, к нижней части, и к верхней части нашей печки. Такая вот, собственно, получается штуковина. Ну, ладно. Не получилось продемонстрировать, к сожалению, этот апгрейд. Но это нам с вами не помешает продолжить обзор, потому что апгрейдов у нас с вами приличное количество. Дальше. Какие у нас есть апгрейды еще? Есть у нас апгрейд, который называется Item Speed, который делается вот таким вот образом. Который просто, если мы его поставим в какую-нибудь логическую трубу, увеличит скорость ее работы. На самом деле тоже весьма банальный апгрейд, и по факту наши логические трубы работают достаточно быстро, логистически. Поэтому, как бы, я не вижу, если честно, большого смысла в этом апгрейде. Но, возможно, опять же, в каком-то из билдов эта штука будет делать что-нибудь более интересное. Следующий тип апгрейдов называется Disconnection. Я вам уже, собственно, показывал, как эта штука работает. Вот здесь у нас один стоит. То есть, мы выбираем сторону у этого апгрейда. И, как бы, труба с этой стороны не будет подключаться к инвентарю, который здесь есть. В принципе, если мы с вами, допустим, сделаем даже немножко по-другому. Давайте я себе возьму, пусть будет вот эта крафтинг труба. И скажу, что у меня есть Disconnection Upgrade Down. Где-то он у меня здесь должен быть. И поставлю в эту трубу. То есть, даже сами по себе логические трубы можно разделять этими апгрейдами. Или, опять же, как я уже говорил, пользоваться трубами из... Ой, не трубами, затычками из самого Билдкрафта. Это тоже будет работать. Их тоже у нас имеется раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Следующий апгрейд, который у нас есть, называется Advanced Satellite Upgrade. Делается он вот так вот. И для чего он нужен? Вспомните, что у нас такое сателлит. Вообще, что вот эта вот труба делает? Она нам фактически позволяет для нашей вот этой вот трубы задать еще какой-то дополнительный инвентарь. В случае, если нам с вами нужно помещать предметы для крафта в разные слоты. Если мы с вами сюда поставим вот этот вот апгрейд. Вот он у меня здесь появился. Мы увидим, что у нас изменился интерфейс резко. Каким образом эта штука теперь будет работать? Мы можем на каждый слот для нашего входа назначить свой инвентарь в нашей печке. Здесь мы выбираем Satellite 2. И, соответственно, этот предмет пойдет по Satellite номер 2. Если мы с вами, допустим, по какой-то причине с печкой это работать не будет, но, в принципе, сделаем сюда еще одну сателлитовую трубу, и скажем то, что у нее ID, скажем, 3, то мы сможем сказать то, что по третьему слоту идет сюда какой-нибудь там железо. То есть вот таким вот образом мы сможем совершенно для каждого вот этого вот слота назначить свой Satellite, который у нас есть. И, естественно, если у нас эта штука находится в режиме OFF, она просто попадет в слот по самой крафтовой трубе. Такая вот занятная тоже штукенция. Где-то она здесь была. Вот она. Дальше. Fluid Crafting Upgrade вы уже видели. Делается вот так вот. Вы с вами его использовали как раз для того, чтобы подавать в нашу машину жидкость. Помимо предметов. Для него существуют свои собственные Satellite трубы. Если не помните, что это такое, пересмотрите первую часть обзора. Я там про это достаточно подробно рассказываю. Дальше у нас есть штука. Crafting by Product Extraction Upgrade. Делается вот так. Что это такое? Это если мы с вами что-нибудь крафтим, и у нас с вами получаются какие-то побочные продукты. То есть самый простой вариант, где у нас могут получаться побочные продукты. Ой, по-русски. Это ведро с водой. Если у нас с вами где-то в крафте используется ведро с водой, ну там даже без разницы где, какой-то блок мы с вами делаем. У нас с вами это ведро, как правило, возвращается. И в случае, если мы с вами делаем какой-то интерфейс для нашей крафтовой трубы, давайте на самом деле, может быть, вот здесь рецептик изменим. Только давайте найдем что-нибудь попроще. Ну вот, допустим, да. Smart Cable Flux. Fluix. И Water Bucket. Давайте возьмем Smart Cable. Совершенно без разницы, какой это будет рецепт. Smart Cable Fluix. И поставим его сюда. То есть у нас есть Smart Cable Fluix, и у нас есть ведро воды. На выходе мы с вами тоже получаем Smart Cable Fluix. Ну и давайте возьмем какой-нибудь другой. Голубенький. Вот так, допустим. И у нас с вами наше вот это вот ведро должно куда-то вернуться. Каким образом мы это дело можем сделать? Берем наш апгрейд, ставим его в нашу крафтовую трубу, открываем инвентарь, не надо открывать инвентарь, делаем импорт. Получаем чистый кабель. И здесь мы видим экстра слот. Что мы делаем теперь? Давайте положим в систему наш синий кабель и ведро воды. А теперь давайте положим в систему еще одно ведро с водой, потому что первое у нас успешно исчезло. У меня вот здесь вот работал мой Liquid Container Supplier. Ну и к тому же меня немножко отвлекли. Вот, кроме всего прочего, до того, как, собственно, нажимать на кнопочку запрос, давайте еще сделаем все-таки одну штуку. Мы скажем, что вот здесь у нас должно выйти лишнее ведро. И вот теперь мы с вами настроили систему правильно. Теперь давайте запросим крафт обычного смарт-кабеля. Request, Successful, и в итоге у нас сюда пришел наш кабель. И если мы посмотрим на инвентарь, мы увидим, что здесь есть вот это вот ведро, которое у нас, собственно, с вами осталось. Единственное, что я не понял, почему оно не ушло вот сюда. Секунду. Нет, я все правильно сделал. Оно отсюда тоже должно было исчезнуть, но почему-то не исчезло. Да, неудачную версию Logistics Pipes я, как обычно, выбрал для обзора. Ну ладно, по крайней мере, я вам рассказываю о том, как это должно работать. К сожалению, почему-то некоторые вещи не работают. Так, едем дальше. Давайте вернемся к нашему Logistics трубам в I.N.I. И увидим, что у нас здесь следующее на очереди. Placement рулится upgrade. Делается следующим образом. Требуется воронка. Давайте возьмем эту штуку. И эта вещь нам понадобится исключительно в одном месте. В нашей Supplier Logistics трубе. Больше этот модуль никуда вставать не должен. Даже не то, чтобы не должен, он больше нигде не будет работать. Собственно, отлично. И он, похоже, здесь тоже сейчас не будет работать. Ох, ухонюшки. Дело в том, что этот модуль нам, по идее, должен позволить... О, отлично, заработал. Оказывается, для этого нужно нажать на нашу трубу ключом. Погодите, а может быть и здесь? Нет, здесь я так и делал. Здесь все правильно. Здесь я не накосячил. Здесь чуть было не накосячил. Смотрите, мы можем выбрать слот, в который нам нужно помещать необходимое добро. В данном случае мы с вами отсюда убрали уголь. И он сейчас где-нибудь там должен вернуться назад. А не должен он вернуться назад, потому что мы сюда поставили апгрейд. Теперь нам нужно выбрать инвентарь, в который должен помещаться этот уголь. Мы нажимаем кнопочку SET, и у нас открывается инвентарь той машины, к которой подключен с Applied Pipe. Мы говорим, что уголь нужно помещать сюда. Теперь мы здесь видим то, что это слот номер один, инвентарь номер один. И сюда успешно этот уголь пришел. В принципе, ну, насколько я помню, мы не можем в печку наверх уголь класть, да? А, можем. Можем сказать тогда следующее. То, что вот здесь... А хотя давайте-ка сделаем немножко не так. Давайте сделаем себе автопереплавку, допустим, с железа. У нас сверху идет уголь. В смысле, снизу идет уголь, а сверху будет идти железо. Сделаем вот так. Нажмем кнопочку SET, и скажем, что вот сюда оно идет. И теперь, по идее, у нас наверх должно попадать железо. Если у него это получится. И у него это получится. Ну, одно, опять же, маленькое ограничение. Работает это только с Supplier Logistics Pipe, и больше ни с каким. Почему такое ограничение, не спрашивайте, я не знаю. По крайней мере, так написано на Вики, и это действительно правда. Вот. Что касается этого нашего модуля, который Placement Rules. Едем дальше. Штука под названием Fuzzy Crafting Upgrade. Вот такая вот вещь. Весьма полезная, кстати. И она работает в паре с улучшенным верстаком Logistics Fuzzy Crafting Table, который делается из обычного Crafting Table и кусочка Nether Quartz. Зачем нам эта штука может понадобиться? Помните, вот этот вот, допустим, рецепт? У нас здесь с вами лежал покрашенный в бирюзовый цвет кабель. В принципе, если мы здесь сейчас в систему положим кабель, который не покрашен в этот цвет, и даже я себе возьму еще одно ведро воды, и положу его сюда, то мы с вами сможем запросить кабель, потому что он есть. Но скрафтить мы его с вами не сможем. Я делаю Craft, Request, Successful, но только из-за того, что он у нас здесь с вами был. Если я здесь, допустим, положу кабель какого-нибудь другого цвета, ну, допустим, это Covered Smart мне нужен, ну, допустим, пурпурный, и мы с вами попробуем запросить такой кабель, то нам система скажет то, что нет у нас кабеля, покрашенного в бирюзовый. Потому что этот столик изначально у нас не понимает ни NBT Ignore, ни OR Dictionary, ни что бы то ни было. Для того, чтобы лучше объяснить, как это работает, смотрите, я себе возьму вот эти вот еловые доски, сделаю из них паттерн сундука, сделаем импорт, у нас здесь с вами получается, соответственно, наш сундук, и отсюда еловые доски уберу и положу сюда дубовые. Допустим, это не плейд, а плэнкс. Такие вот. Кладем их сюда. Как вы знаете, эти штуки Power Dictionary являются одним и тем же. Plank Wood, вот даже не I нам подсказывает. Но здесь мы с вами использовали именно еловые доски. Если я сейчас здесь попробую запросить сундук, система мне тоже скажет, что нет досок. Хотя, по сути, из них можно скрафтить сундук. Для того, чтобы это избежать, мы заменяем наш верстак на фазе. И вот в эту вот трубу, в нашу крафтовую, вставляем фазе Crafting Upgrade. Делаем вот так. Теперь, у нас здесь есть рецепт, но если мы с вами наведем мышку на любой слот, мы видим то, что у нас появляется такая вот подсказка с меню. То есть мы говорим, что, допустим, вот эти доски, они могут игнорировать Org Dictionary. Точнее, его использовать наоборот. И, соответственно, теперь у нас наша система сможет построить из еловых досок сундук, если бы не одно но. Нам в этом крафтовом столе тоже нужно сказать, что вот это вот у нас используется, ну, может использоваться в качестве Org Dictionary. Для этого наводим курсор на какой-то слот, и через какое-то время у нас появляется это меню. Сделать это нужно для каждого слота, иначе ничего не заработает. Ну, давай, Org Dictionary. У нас, соответственно, на каждом блоке, на каждом нашем изображении предмета появляется такая вот красная стрелочка. Означает то, что используется Org Dictionary. И последнее Org Dictionary. Вот теперь мы с вами сможем совершенно спокойненько себе заказать сундук, и он сделается, используя доски дуба. Вот он, собственно, пришел сюда. Все отлично. Помимо того, что мы можем использовать Org Dictionary, мы также можем еще использовать, игнорировать повреждения, то есть мета-данные, игнорировать NBT, и Org Prefix. Что такое Org Prefix? Я, если честно, ребята, информации не нашел, поэтому я не знаю, что это такое. Хотя я полагаю, что это, если у нас, допустим, есть две руды, которые там называются Iron, и что-нибудь еще Iron, то, по идее, там, где есть Iron, и в первой, и во второй руде, они должны обрабатываться. Но это мои предположения. Опять же, я не знаю, так это или не так, и возможности проверить у меня нет, потому что, если честно, я не могу сейчас придумать никакую руду, которая бы подходила вот под эту, как сказать, под это значение. И, естественно, все то же самое мы можем делать для каждого слота вот здесь, в этом столе. Такая вот интересная штукенция. Давайте вернемся к нашим модулям. И следующий модуль у нас называется Power Transportation Upgrade. Делается он следующим образом. Нам требуется блок лазурита и блок редстоуна. И, кстати, две этих самых железных таких штучки. Но мы с вами получаем сразу четыре. На самом деле, эти модули у вас будут расходиться, как пирожки. Зачем они нужны? Помните, я вам в самом начале говорил то, что у нас эта система может передавать еще и энергию. Вот она здесь так красиво передается. Давайте для того, чтобы это продемонстрировать, я построю маленькую достаточно систему, но отдельную. Я вам объясню, почему отдельную немножко позже. То есть можно, конечно, использовать и существующую, но отдельную для демонстрации будет немножко правильнее. Я здесь себе... Ой. Сделаю что-то типа того. Logistics Satellite. Где же ты делся-то? А у меня, оказывается, нету базовой трубы. Давайте возьмем... Нехорошо без базовых труб ходить. Поставим одну сюда и одну сюда. Допустим. А единственное, что нам это дело тоже нужно запитать, потому что сама по себе система требует энергии. Поэтому давайте возьмем Power Junction и возьмем наш высоковольтный Array. Поставим вот сюда Power Junction. Тогда сюда придется поставить еще одну трубу. поставим вот сюда Power Junction. На него поставим наш солярник. Все, у нас здесь есть энергия. Теперь нам нужно сделать штуку под названием Energy Provider. EU Power Provider. Есть у нас также еще штука под названием TE Power Provider, но она становится доступной только если у вас установлен Thermal Expansion. У меня он не установлен, поэтому сделать я его не могу. Эта штука, как вы можете догадаться, работает, если у вас установлен Industrial Craft, потому что она требует предметов из Industrial Craft для крафта своего. И давайте эту штуку поставим куда-нибудь, допустим, вот сюда. Подсоедим ее тоже к системе. На ней написано IC Industrial Craft. Сверху я также сюда поставлю солярку. Дальше, что нам нужно сделать? При помощи наших вот этих вот апгрейдов Power Transportation, которые мы можем засунуть в трубы, и даже более того, не просто можем, а мы должны их засунуть в трубы, но с учетом одного маленького но. Есть у нас с вами несколько апгрейдов. Допустим, вот этот вот называется TE Power Supply Upgrade. Он требует, на самом деле, почему-то бесишный двигатель, ну, без разницы. В любом случае, я вам его, опять же, показать не смогу, потому что у меня в этой сборке нету Thermal Expansion. И есть у нас IC модуль. Они нескольких видов есть. Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage и Extreme Voltage. Соответственно, по уровню энергии Industrial Craft. Как вы знаете, в Industrial Craft 2 Experimental сейчас эти уровни энергии ни на что не влияют, поэтому, в принципе, мы с вами можем воспользоваться любым, совершенно любой карточкой. Давайте, допустим, возьмем вот этот вот Supplier и поместим его, ну, допустим, вот в эту трубу. После этого я сюда поставлю ничто иное, как Массератор. Массератор. Приляпаю я его вот так. И что бы вы думали, если мы с вами поставим еще карточку такую и сюда тоже, то не хочет эта штука почему-то сюда передаваться. А, потому что у нас здесь с вами не прямая линия. Смотрите, энергия в Logistics Pipes может передаваться только по прямой. Если у нас здесь есть какой-то поворот, мы должны на этом месте поставить еще одну трубу и на нее повесить тот же самый модуль для передачи энергии из Индастриокрафта. Шлеп. И вот теперь энергия, как вы видите, при помощи такого вот луча передается в наш Массератор. Он, соответственно, уже энергией напитался, поэтому энергия поступать сюда перестала. И, кроме того, она, кстати, передается еще, по-моему, в Power Junction. Ну, это случайно так получилось, конечно, этого делать не нужно и это делать необязательно. Если мы с вами воспользуемся Массератором для чего-то, соответственно, энергия из него идет, и вот мы видим, как энергия начинает в него поступать снова. То есть мы фактически можем использовать эту же систему труб для передачи еще и энергии. И, собственно, почему я сказал, что вот для этой вот системы это будет не очень правильно. Смотрите, допустим, я хочу поставить себе Массератор куда-нибудь вот сюда. То есть, по сути, ничего, конечно, сложного нету. Давайте я сразу стек возьму. Мы ставим сюда Upgrade и, допустим, откуда-нибудь вот отсюда мы хотим это дело передавать. Давайте сюда поставим наш Power Provider и на него также приляпаем наш солярку нашу. Поставим Upgrade сюда и что получается? А ничего не получается. Потому что, во-первых, у нас с вами трубы идут не строго по прямой, а во-вторых, если у нас где-то в системе труб есть вот эти вот Basic Logistics Pipes, то мы в каждую из них должны поставить этот модуль. То есть, фактически, если мы с вами сделаем вот так и более того, еще вот сюда нужно также поставить такую трубу и Upgrade, то энергия, конечно, до Массератора дойдет. Но посмотрите, сколько мы с вами использовали апгрейдов. Так что, в принципе, конечно, делать это можно, но это не очень удобно. В принципе, когда я, конечно, буду играть с Logistics Pipes не в креативе и не в обзоре, я, скорее всего, буду именно вот так вот мучиться. Но для того, чтобы вам это продемонстрировать, я сделал такую вот простенькую систему. Естественно, если у вас установлен Stormal Expansion, то совершенно точно, совершенно так же точнее есть Logistics TE, Power Provider, и точно такими же апгрейдами, только уже не IC2, а TE, соответственно, мы будем размечать путь, по которому может идти энергия для питания машин из Stormal Expansion. Вот такая вот у нас здесь с вами штукенция происходит. Дальше. Вот этот вот модуль нам доступен только если у нас установлен Computer Craft. У меня его также нет в сборке и, скорее всего, больше никогда уже не будет, потому что, если честно, как-нибудь потом вам могу рассказать, почему. Дальше у нас есть штука по названию Crafting Monitor Upgrade. Делается она следующим образом. И на данный момент штука бесспорезная, ну просто абсолютно. Для того, чтобы вам продемонстрировать, как эта штука работает, я должен вам рассказать про один блок, который называется Logistics Request Table. Делается он вот таким вот образом. Кстати, делается он в специальной машине под названием Soldering Station или паяльная станция. Паяльная станция, вот она, самая первая, делается не очень сложно. И мы можем, в принципе, ее питать, допустим, углем, потом, если мы ее поставим куда-нибудь далеко от системы, у нее здесь вот есть слот для подачи угля, либо мы можем ее подсоединить к нашей сети Logistics Pipes, и тогда ее питать уже ничем не надо будет. Ну, в любом случае, у нее вот есть также есть рецепты, то есть, допустим, вам некоторые предметы совершенно необходимы будут из ее производящих. То есть, допустим, вот эта штука, нановоронка, так она мне нравится, жалко, что ее нельзя поставить в мир. Она, на самом деле, просто используется для приготовления специальных логистических труб для крафтинга уровня 3, Mark III. Такая вот штукенция. Ну, в любом случае, сделали вы себе Soldering Station, сделали при помощи этой Soldering Station себе вот этот вот Logistics Request Table, и давайте его так же куда-нибудь подсоединим к нашей сети, только теперь уже к живой, а не там, где только энергия. Давайте поставим его совершенно без разницы куда, главное, чтобы там было подключение. После этого у нас с вами фактически вот этот вот столик объединяет себе верстак и наш Request Bus. Сейчас, зачем это может быть нужно, если честно, пока не могу вам сказать, но мы совершенно точно можем так же, как и с обычной трубой запроса, делать запросы и здесь. И все запрошенные предметы попадают вот сюда. Здесь мы можем выстроить из этих блоков какой-то рецепт, и дальше мы можем заказывать здесь уже непосредственно вот эти вот самые, как сказать, предметы, необходимые для крафта вот этой штуки. Если мы здесь с вами будем нажимать левый клик, у нас будет происходить крафт. Все логично. Если мы хотим это дело отправить в систему, мы просто их кладем вот сюда. Почему-то здесь называется это поле сорт. Странно. Как только мы это дело сюда положили, все это пошло сортироваться в нашей системе. Возможно, из-за этого это так называется, я, конечно, не знаю. Но в любом случае. Соответственно, крафтим, кладем сюда, все это дело убегает. Вот это вот. Я думаю, что вы можете догадаться по виду, что это может быть за клеточка. Если мы вспомним про нашу дискетку, забирайте дискетку и вставляйте ее в столик. У нас здесь открылась планочка диск, и мы точно так же можем заказать, допустим, все для поршня. Реквест. У нас там чего-то не хватает. Нету woodplanks из спруса, потому что именно его я использовал, блин, в рецепте. Диск, поршень, реквест. И все это дело сейчас здесь успешно появится. И здесь, к сожалению, еще к тому же нету кнопочки X для того, чтобы, соответственно, здесь что-то сделать. Кроме того, у нас здесь сейчас с вами в системе нету железа, поэтому наш запрос до конца не выполнился. Система думает, что она знает, как его крафтить, но у нас здесь с вами, как вы помните, ошибка с модулем на снеге трубы. Ну, не суть. После того, как вы здесь, значит, что-то себе сделали, вы можете здесь этот рецептик опять же выложить для поршня. И давайте куда-нибудь в систему, наверное, все-таки положим немножко железа, чтобы она не мучилась, потому что она нам может понадобиться. Как-то кажется так. Ну вот, я опять перепутал рецепт поршня. Все как обычно. Поршень. Заказываем себе еще один поршень. Сейчас сюда все это дело придет. Клик. Отправляем его в систему. Но мы не знаем, что у нас здесь с вами происходит. Если мы в эту штуку, в наш столик, поставим как раз вот этот вот крафтинг монитор апгрейд. Кстати, как его сюда поставить? Мы не можем сделать по нему правым кликом. Он сюда никуда не влезет. Поэтому нам с вами придется воспользоваться снова нашим контроллером. Делаем правый клик. Кладем сюда модуль. И теперь, если мы с вами будем вот эту штуку уберем, будем что-то здесь крафтить или запрашивать, у нас периодически вот здесь будет появляться такое окошко, которое нам будет подсказывать, что же собственно происходит. У меня нету каблы. 32 есть. Давайте запросим поменьше. Давайте запросим, допустим, 2. И ничего здесь у нас не нарисовано. Периодически здесь вылезает это окошко. Не спрашивайте, когда оно вылезает и как, и зачем. Но это единственное применение сейчас этому крафтинг апгрейду. То есть больше мы с вами не можем с ним сделать решительно ничего. Возможно, опять же, это текущая версия. Возможно, что-то еще. Не знаю. Не могу точно сказать. Дальше. Апак апгрейд делается следующим образом. И нужно исключительно для того, чтобы скрыть содержимое трубы. Тоже странный апгрейд, но мы ее можем, тем не менее, сделать такой вот. Естественно, он вставляется в все трубы, которые являются логистическими. Мы его не можем, к сожалению, поставить в обычную трубу для билдкрафта. А было бы неплохо. Если вы хотите себе полностью как бы изолировать от внешних глаз, что у вас происходит в трубах, вам придется всю систему делать на базовых трубах логистических, что на самом деле не очень дешево. Все-таки. И есть у нас еще апгрейд, который не крафтится никак. Называется Крафтинг Ленап Апгрейд. И что он делает, я вам тоже не расскажу, потому что информации в нем, опять же, нет. Вот такая вот, собственно, штука у нас получилась. И последнее, что я вам хочу рассказать в этой серии, это станция безопасности. Давайте, на самом деле, ее даже себе возьмем. Вот она. Logistics Security Station. Вот такая вот штуковина делается при помощи следующих ингредиентов. Каким образом мы ее подключаем к системе? Да, точно так же, как и все остальное, просто куда-нибудь, к какой-нибудь трубе, только не жидкостной. Ну, допустим, вот так. У нас вроде даже она подключилась. Каким образом ей пользоваться? Открываем ее интерфейс и видим здесь ее, во-первых, адрес. Дальше, что мы можем сделать? Мы можем ее авторизовать для данной сети или деавторизовать для данной сети. На данный момент это ни на что не влияет, потому что я играю один, и я в креативе, и я вам, к сожалению, опять же, не смогу показать, каким образом работают ее защитные функции, но о них расскажу. Для того, чтобы начать играться с этой штукой, вам здесь нужно нажать на клавишу плюс. Как только вы это сделали, вы получили специальную карточку, у которой есть подпись Security Card. После этого мы здесь либо вводим имя игрока, «Привет, мрак!», если его нет в онлайне, либо если он в онлайне, просто нажимаем на ник и после этого нажимаем на кнопочку «Open». У нас открываются все возможные наши прибереги в системе. То есть, допустим, для себя. Я хочу, чтобы у меня была возможность конфигурировать настройки, чтобы я смог делать запросы к системе, чтобы я смог апгрейдить трубы при помощи модулей, чтобы я смог проверять состояние сети и чтобы я смог, допустим, удалять трубы. Мы с вами все это дело сюда записали, в нашу карточку. Теперь для того, чтобы привязать эту карточку к нашей системе, нам нужно эту карточку вставить в совершенно любой свободный блок, допустим, сюда. Теперь, если мы с вами будем открывать вкладочку с безопасностью, мы видим, что здесь стоит эта карта. Единственное, что эту карту мы отсюда с вами вытащить в данный момент не можем. Либо у меня не получилось, но похоже, что не можем. Если мы здесь сейчас с вами переключим систему на «Деавторизовать», наша система останется без защиты. И мы здесь будем видеть надпись «Deauthorized». Причем мы совершенно так же сможем вот эту информацию увидеть в любой совершенно нашей трубе. То есть в любой части нашей системы, в любой базовой трубе из Logistics. Везде будет та же самая информация. Соответственно, человек, у которого нет каких-либо привилегий, если мы здесь это дело задали, никаким образом не сможет взаимодействовать с системой. То есть, если я, допустим, запрещу кому-то пользоваться активными запросами, то они не смогут пользоваться вот этими реквест-трубами. Здесь также есть еще одна, собственно, важная галочка. Она по умолчанию не стоит, но я, в принципе, не советую вам ее ставить. Если мы ее поставим, то наши трубы, наша система, в принципе, сможет быть разрушена при помощи, допустим, карьеров из Buildcraft'а или черепашек из Computercraft'а. Если здесь галочки не стоит, соответственно, мы с этим делать ничего не можем. Если бы у меня в системе, не в системе, а в сборке был установлен Computercraft'а, здесь была бы еще галочка разрешать взаимодействие с Computercraft'ом. Ну, как я уже говорил, у меня здесь этого нет. Вот такая вот, собственно, получилась серия про модули. В следующий раз мы с вами поговорим уже про беспроводную передачу предметов двумя способами. И, наконец-то, начнем обозревать модульные трубы, то есть, фактически, трубы, которые одновременно выполняют несколько функций. Потому что иногда, допустим, вот в данной ситуации это бывает очень полезно. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам понравилось. С вами был ZIGZAHEDGE. Увидимся в следующий раз. До новых встреч и счастливо!